В городах и поселках Ямала одномоментно возводят около 240 многоквартирных домов. Политика губернатора Дмитрия Кобылкина непреклонна и прозрачна. Ямальцы должны жить в благоустроенном и комфортном жилье. Тем продолжит Эрнест Бавшин. В Муравленко сегодня возводят пять домов. Все в разной степени готовности. Компания «Ленар» в микрорайоне российский построила одну семиэтажку и завершает общестроительные работы на другом семиэтажном доме. А фирма «Горстрой» в сентябре сдала уже два дома и строит следующий. Здание возводят по инновационной технологии с использованием массивных экологичных панелей из древесины. Мы строим жилые дома. Это украинских строителей. Дом 11. Мы его ввели в прошлом месяце. 2,3 тысячи квадратных метров. Строим по школьной улице. Дом 37. Введем в этом месяце. Тоже 2,3 тысячи квадратных метров. И строим дом по школьной 42. Это 3,5 тысячи квадратных метров. Темпы и перспективы строительства жилья обсудили на рабочем совещании при главе города. Критичных замечаний к строительным организациям нет. Но Александр Подорога категорично обратил внимание на качество строительных работ. Соблюдение графика переселения граждан из ветхих и аварийных домов, благоустройство прилегающих территорий. Другой вопрос – подготовка земельных участков для новых застроек. Сегодня в активной фазе застройки находится порядка шести земельных участков, на которых будет возведено около 20 тысяч квадратных метров жилья. В перспективе на следующий год застройщикам передадут еще не менее шести участков. Чем больше мы предоставим земельных участков, тем больше мы построим жилья. На каждый земельный участок есть претенденты, есть желающие. И компания готова выйти и готова строить. Всего с января по июль на Ямале строителям предоставлено 56 земельных участков. Из них 29 домов относятся к индивидуальной застройке. Оставшиеся – многоквартирные жилые дома. До конца года запланировано проведение аукционов еще на 142 земельных участках для строительства жилья. Для главы региона и правительства – это один из приоритетных и принципиальных вопросов. От ветхого жилья деревянного фонда 70-80-х годов постройки мы должны избавиться как можно скорее. Как бы трудно нам не было, несмотря на финансовые сложности. Ямальцы должны жить в комфортном и безопасном жилье. В этом году планируется предоставить под переселение из ветхого и аварийного фонда около 200 новых жилых помещений в многоквартирных домах. План следующего года – уже около 300 квартир. Эрнест Бавшин, Анатолий Шуликов, Новости Муравленко.